Следующий докладчик Александр Кашеверов, ведущий фрут-энд-разработчик компании DataArt, но я хочу зачитать небольшую прямую речь Александра. Гитарист с 2000 года, вожатый с 2007 года, веб-разработчик в DataArt с 2011 года, магистр радиофизики в ВГУ с 2012 года, интерес к информатике привели в школе, переводил числа из одной системы в другую, потом в ВГУ был ассемблер, это было круто, но увлекательно. Потом немного коснулись C++ и в итоге я в веб-разработке, и мне это нравится. Добро пожаловать, Александр. Хватит. Спасибо. Тут как-то слайды должны идти сейчас. Да. Меня зовут Александр Кшверф. В 2011 году пришел в компанию DataArt, очень странным образом общался на одном неизвестном никому форуме, который уже закрылся, спросил, а где можно вообще работать по такой примерной специальности. Причем форум был совершенно не воронежский, а какой-то русский. Вот. И мне говорят, ну, будет день открытых дверей, приходи, там, посмотришь. Я ленился, не хотел идти, в итоге пришел, мы еще в калерее Чижого сидели. В общем, под впечатлением подал резюме, и, в общем-то, через 45 дней у меня был первый рабочий день, и первый рабочий день в жизни, наверное, каждого человека – это шок. Ну, в общем, я был в шоке. Но это было приятно, и сейчас я, в общем-то, получаю удовольствие, не зря все это. Вот, да, первый был слайд. Второй. Что я расскажу? Я расскажу немножко про фронтенд, что это такое, про клиентскую разработку. Вкратце расскажу про историю. Вероятно, кто-то уже часть слайдов видел, может быть, у нас уже я делал презентацию. Вот, немного историй, немножко примеров, и расскажу про… Ну, вот в докладе обозначено про галп, я расскажу и совместно с грант, потому что, потому что, ну, три слайда на галп просто, ну, мне кажется, скучно. Вот, основная цель моего доклада – это рассказать в общем, без деталей, которые скучны и которые можно почитать самим. Я расскажу немножко про идеи и про то, что это есть. Вот, может быть, тем, кто вообще не знаком, те хотя бы узнают, а те, кто знаком, услышат там еще одно мнение. Вот, что же такое фронтенд, про который я хочу рассказать? Ну, если представить себе, например, терминал банкомат. Вот, вы приходите в банкомат и как-то с ним взаимодействуете. В общем, вас спросит, вставьте карту, вы вставляете карту, он говорит, пин-код видите, вы вводите пин-код. Сколько денег снять? Вы говорите, 100 рублей хочу снять, жмете и, в общем, 100 рублей вы снимаете. Вот та прослойка, которая находится между вами как личностью и той машиной, которая все это делает, это вот как раз-таки фронтенд часть. То, что вы не видите и то, что происходит там где-то внутри, это бэк-энд часть, она обрабатывает ваш запрос, обрабатывает те цифры, вашу карту, отправляет запрос в банк, получает ответ, вы деньги снимаете, в общем-то, можете пользоваться этими деньгами. Касательно именно к вебу, фронтенд, по большому счету, браузер и ваша работа с браузером как пользователя. Браузер получает какие-то данные от вас, отдает эти данные на сервер, сервер обрабатывает, отдает данные обратно, и, в общем, так происходит взаимодействие. Опять я опоздал со слайдом. Ну вот, как частный случай, фронтенд здесь браузер, браузер обрабатывает, отдает данные к бэк-энду, бэк-энд что-то там с базы данных работает, вытаскивает что-то, отдает бэк-энду, бэк-энд к фронтенду. В 96-м году интернет выглядел вот так. Поднимите руку, кто застал этот момент. Класс. Держите руки. Кто застал 97-й и был в 98-й, поднимаем 99-й, 2000-й, 2001-й, 2002-й, 2003-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й. Все, хорошо, спасибо. Вот. И раз есть такой слайд с 96-го года, то наверняка следующий слайд будет современный. Как вы думаете, что там? Нет, еще вариант. Нет, там фейсбук. Вот. Если сравнить Еху и фейсбук, то они катастрофически колоссально отличаются друг от друга. Вот. Что? На одно лицо. Вот. В Еху, как происходило с точки зрения фронт-энд, бэкэнд и может быть там даже баз данных какая-то была. Бэкэнд отдавал HTML, как кусок текста, допустим. И браузер его принимал, я просто обрабатывал и показывал. Там были небольшой набор элементов, это были ссылки. Тут, наверное, не видно ничего, да? Ну, короче, ссылки были, картинки какие-то, поле ввода. И, в принципе, это был такой достаточно ограниченный набор вот таких элементов, с которыми можно было взаимодействовать. В 2015 году сейчас, если посмотреть, здесь есть все. Здесь, я не знаю, и видео, и Андрей Саксонов в всплывающем окне, если кликнуть, и чат здесь есть, и картинки, и друзья, и какие-то, и рекламы, все подряд. Вот. Вот, технологии колоссально изменились с того момента, и, соответственно, фронт-энд тоже колоссально изменился с того момента. Если раньше вся логика обрабатывалась на сервере, то сейчас часть логики обрабатывается на клиенте. Соответственно, серверу вообще не нужно знать, что там происходит на клиенте. Он обрабатывает данные, отдает данные. Клиент принимает данные и уже сам строит HTML и работает с вот этой частью. Вот это одна из визуализаций, как происходило изменение, история, технологии. Не всматривайтесь, я сделал вот так. Началось все примерно в 91-м, когда был HTTP протокол разработан, и дальше потихоньку технологии начали развиваться. В 96-м году это, ну, плохо, наверное, видно, где-то вот тут. В общем-то, Yahoo сайт и скриншот этого сайта был показан, и тогда уже люди начали узнавать, и технологии немножко быстрее начали развиваться, и браузеры появляться начали, и так далее. В общем, время шло, и технологии развивались. Время шло, технологии развивались. А последнее время, время идет, и технологии развиваются раз в 10 быстрее. И это только с технологической точки зрения. Здесь появляются CSS3, Transitions, HTML5, технологии, и куча-куча-куча всего. Это только технологии. А вот что люди делают с этими технологиями, там, код, например, они программируют, они пишут сайты. Если внести сюда еще и вот это, то здесь будет, мне кажется, черный квадрат просто. Очень много всего происходит. Что же такое фронтенд с точки зрения, ну, чуть-чуть подробнее. Это много умных слов, на самом деле. Но три основных из них вот здесь находятся. Это HTML, CSS, JavaScript. Они создают там основу веба, и на основе всего этого строятся современные сайты и современный фронтенд. HTML создает структуру, CSS, внешний вид, и логику JavaScript. Если это метафору сделать, то это конструктор, Lego, например. HTML – это кубики. CSS – это цвет кубиков, и там форма, закругленные уголочки. JavaScript – это ребенок, который ломает все, делает что-то новое, в общем-то, докупает и работает с этим. Но все было бы не так интересно, если бы JavaScript вообще не пришел в этот мир и не разнообразил бы он настолько, насколько он разнообразил его. Появился он в 1995 году в компании Netscape. Netscape была поставлена задача изменять структуру документа без перезагрузки страницы. Если в 1996 году единственный способ, как можно было добавить картинку, например, на страницу, или изменить цвет какой-нибудь элемента, был перезагрузить страницу, то есть полностью обновить, очистить страницу браузера, запросить лишний запрос к серверу, получить этого, еще раз отобразить, то у них пришла идея избавиться от лишних действий. И, в общем-то, применили язык программирования. В 1996 году Microsoft, конечно же, сделала свою версию и сделала язык J-скрипт. Все это под вид, все это диалекты более широкого языка, ECMAScript он называется. Тот же ECMAScript работает в MatCAD. Я в свое время писал дипломную работу, и я писал в MatCAD на, как он назывался, не помню, ну что-то там скрипт. Люди писали программы, писали сайты, программировали на JavaScript и постоянно делали там одни и те же действия. Например, им нужно было посчитать сумму, например, или им нужно было найти список элементов на странице через JavaScript. И таких вот подобных моментов, которые постоянно повторяются, возникало много. Поэтому люди собирали это в кучу, эти повторяющиеся куски кода, и сделали библиотеки. Одна из крутых библиотек, которая появилась в 2005-м, это jQuery, которая реально упрощает работу программисту и вообще жизнь. И появились еще подобные – Dojo, Mutals и куча-куча других. Здесь появилось больше разработчиков с появлением этой библиотеки и других библиотек, потому что стало проще. И люди стали еще больше кодить, еще более непонятные схемы начали происходить на сайтах, еще более трудный читаемый код. И нужно было в какой-то момент делать структуру этого всего, чтобы разбираться вообще в этом. И так как люди кодили уже не по одному, а в десятером, то структура еще более важна становилась. Поэтому появлялись фреймворки, например, Backbone в свое время появился. Сейчас самое современное – это Angular, и он в моде, и все пользуются Angular. У них есть различия, но не об этом. В 2009 году JavaScript ушел на сторону сервера и начал уже работать там. Сайт, с которого была картинка с эволюцией, тут, сейчас, все хорошо. Есть такая традиция – писать на любом языке программирования, выводить Hello World. На JavaScript он выглядит примерно так. Если это записать в текстовом редакторе и открыть, ничего не произойдет. Нужно это поместить в HTML-документ. В первом случае это код на самой странице. В втором случае есть HTML-тег, и код можно записать как атрибут HTML-тега. И в третьем случае нормальный способ – это подключить удаленный файл, который где-то расположен, и там написать этот код. Пример взаимодействия HTML и JavaScript. В основном JavaScript. Наверняка все видели подобную конструкцию, когда можно кликнуть, посмотреть информацию, кликнуть еще, и вот табы называются. В HTML-структуре это выглядит примерно так. Не углубляйтесь в это все, код. В JavaScript можно написать вот такой вариант обработки этого всего, что мы кликнули на таб, информация открылась. Кликнули на другой таб, информация открылась. Можно написать с помощью библиотеки jQuery, которая упрощает. Вот так можно написать. Это более понятно и проще для конечного пользователя, который концентрирован на результате, чем на действии. Ему не нужно тратить время, чтобы разбираться. А можно еще вот так написать. И это то же самое будет работать. Соответственно, мы можем написать так, можем написать так. Вопрос как бы в… За левый. Твое право. Вот. Здесь есть свои плюсы, свои минусы. Кому-то нужно быстрее, кому-то нужно качественнее. И кто-то может сам написать, и ему будет как ему нужно, так и будет. А что случилось? Не знаю, что случилось. А, я знаю, что случилось. Вот. Если взять этот компонент с табами и представить, что он является частью одной более широкой системы, большой системы, например, Альфа Клик или какой-нибудь Сбербанк Онлайн. Это, скорее всего… Ну, Альфа Клик точно, это сингл пейдж приложение. И один из компонентов, там может быть, например, табы. Второй компонент может быть, например, дропдауны. Третий компонент может быть, не знаю, меню там навигационное у них. Если разрабатывать это приложение, то должна быть какая-то структура в коде, структура в папках, ну, вообще, чтобы понятно было, и как это разрабатывать всеми вместе. Один из вариантов, там, для Angular, это может выглядеть вот так. То есть, есть какая-то папка project, в папке project есть main, папка components и так далее. Здесь есть непонятные слова coffee.jade.stil. Coffee – это примерно JS, только попроще, и поудобнее. Некий синтаксический сахар называется. В принципе, то же самое. Это stylus равно CSS и jade равно HTML. Не суть. Можно без этого, можно с этим. Чтобы это все заработало, это нужно все подключить на страницу, так как это веб-приложение. Это все можно получать по одному элементу, и будет тогда куча ссылок на странице, на каждый конкретный отдельный элемент. А можно все это собрать в кучу, и чтобы в конце было всего лишь два-три файла. Это индекс, это весь JavaScript в одном файле и весь CSS в одном файле. Соответственно, есть промежуточные действия, которые происходят, и там происходят действия какие? Например, если это JavaScript функциональность, то там происходят тесты. Мы можем очистить папку со старым билдом, со старым приложением. Мы компилируем все, что нужно скомпилировать, мы это все соединяем вместе и все это минимизируем и выплевываем вот эти два-три файла. Происходит некое такое упрощение. Что происходит посредине? Происходит процесс, и этим процессом может управлять современные программы. Две самых популярных и самых основных это Grant и Gulp, Task Manager. Grant появился раньше, и у него аудитория пошире. Gulp появился попозже, но за последний 2015 год, за несколько месяцев, он уже догоняет тенденцию к тому, что Gulp, скорее всего, будет даже популярнее под конец года. Хотя кто знает. Что это? Это Node.js. Это серверный JavaScript, который упрощает работу с большим, крупным веб-приложением. Он, соответственно, все, что я описал, делает, он собирается в кучу, минимизирует и упрощает работу. И готовит это все к тому, чтобы сайт работал быстрее, проще, и сохраняя изначальную структуру для программистов, для понимания. Как он устанавливается? Он устанавливается через пакетный менеджер Node.js, через npm install, и в принципе то же самое. Это вторая строчка. npm install grant, npm install gulp. Запускаются они тоже одинаково практически. Это grant task и gulp task. Есть два файла, которые необходимы для их работы. Это package.json и grant file или gulp file. В package находится список зависимости для библиотек, а в gulp file и grant file находится порядок действий, которые должны выполнять, это должно быть выполнено. Есть такое достаточно известное приложение to-do application. Оно делает что? У нас есть верхняя строчка. в верхнюю строчку можно вписать какое-то слово. Например, я хочу в магазин пойти, и мне там нужно купить молоко. И я вот пишу в верхнюю строчку молоко, и вбиваю enter. Появляется список внизу, и там нужно молоко купить, мясо, вареники. Получается список. То есть то, что нужно сделать. Когда я покупаю молоко, я могу удалить. Когда я покупаю мясо, я могу удалить. И примерно такая очень простая функциональность. Это реальный маленький проект, который есть в интернете, на гитхабе лежит. И структура документа, структура этого приложения выглядит следующим образом слева. Есть индекс html, как html-страница. Есть несколько javascript файлов с разной логикой. Есть несколько css файлов, которые из base и какой-то там основной. Что мне захотелось сделать с примером gulp и grant, это минимизировать все, сделать один html файл и все собрать в кучу, сделать еще два дополнительных файла, чтобы не плодить лишний запрос к веб-серверу и сократить время. Как это можно сделать через gulp и grant? Грант – это package.json файл, в котором есть небольшое описание проектов самого и список зависимостей. Первой строчкой – понятно, второй версия – понятно. И дальше – dependencies и dev dependencies. Не буду говорить разницу, примерно то же самое. В общем, здесь пишутся те node.js плагины, которые необходимы в этом проекте. И при нажатии кнопки npm install он устанавливает все, что необходимо. Для gulp и grant примерно одно и то же идет. Но здесь можно заметить, что, например, в grant есть grant-contrib-copy плагин, а в gulp его просто нет. В gulp по умолчанию встроена эта функция и она просто не нужна. У него такая идеология, что ему не нужно это дополнительно. Примерно так выглядит файл-настрой для grant. Он достаточно такой емкий получился. Примерно так выглядит файл-настрой для gulp. Он поменьше и на самом деле попонятнее. И запускается все элементарно через командную строку gulp и grant, если установлены node.js и npm и все такое. Происходит некий процесс, и на выходе мы получаем то, что хотели получить. Мы получаем три файла – html, css и javascript. Все понятно или ничего не понятно? Какие-нибудь вопросы есть по этому? Здравствуйте, Елена. В чем отличие gulp от grant? Как я понимаю, gulp – это просто усовершенствованная версия grant. По большому счету так и есть. Просто grant появился раньше с целью как раз таких действий всяких разных. И тесты делать, и билды делать, и минимизировать, и файлы вместе собирать. gulp быстрее, и всегда есть несколько там, есть цель, и к этой цели есть несколько путей. Вот была изначально придумана эта, потом подумали и решили, ну, мы хотим по-другому, и вот сделали немножко по-другому. В общем-то то же самое, по большому счету, да. Просто немножко быстрее, немножко понятнее для кого-то, для кого-то по-другому. Да. Еще вопрос. Это речь идет только о проектах на ноде, правильно я понимаю? Еще раз. На Node.js проекты, да, могут снабжаться такими инструментами, или на чем-то еще можно писать, кроме Node.js, потому что там NPM, допустим, используется и так далее. Я понял. Конкретно здесь был, да, например, что есть галп и грант, они написаны на Node.js, и они используют Node.js, и для них обязательно Node.js. Ими по большому счету можно собирать все, что угодно, но нужно как бы Node.js как основа. В моем примере мы собирали веб-проект. Вопрос был про преимущество, преимущество гранта перед галп и галп перед грант. Одно из основных преимуществ, то, что галп использует для временного хранения оперативную память, а грант пока использует дисковую память, он туда записывает, поэтому галп намного быстрее. Грант, он больше нацелен на конфигурацию, то есть там, если посмотреть назад, выглядит как по большому счету JSON-файл, и вокруг еще там внизу что-то там, и вверху что-то там, а основа вот она посередине, это конфигурация. И кому-то понятнее вот так вот писать, нацеливаясь на там декларативный стиль, что я вот хочу вот это, вот это, и вот здесь есть параметры, параметры, а кому-то приятнее писать вот так. Это более Node.js стиль. Здесь есть потоки, и кому-то понятнее вот это. Мне понятнее вот это. И у меня был опыт с грант, был опыт с галп, и галп проще для меня. Еще. Так, и я не смог удержаться, и добавил несколько смешных картинок. Когда действительно разрабатываешь приложения большие, крупные, то эти task-менеджеры, они работают постоянно, и очень много. То есть я изменяю один файл, а он постоянно вот кучу-кучу-кучу работ проделывает. Поэтому, ну, очень интересно, мне понравилось. В общем, машины должны страдать, пока мы строим красивый веб. Так и есть. Если бы машина была там человеком, то я думаю, что она ругалась бы очень много и долго, пока я разрабатываю приложения для там своих друзей и для мира. И еще несколько. То есть сначала типичная настройка сайта в 2014 году. Устанавливаем Node.js, устанавливаем Bower, берем CSS framework, выбираем респособ, и где-то там далеко-далеко начинаем только писать немножко HTML-код. А здесь должна гифка быть, но она не работает. Ну, в общем, это тоже правда. Это бывает. Да? А, во-во-во-во-во. Класс. Вот. И про JavaScript немножко. Про HTML я искал и не нашел ничего, к сожалению. Ну, HTML, ну, такое вот HTML. Вот если есть вопросы, то еще раз задавайте. В принципе, про любые темы, про frontend, про веб. Спасибо за доклад. Можно ли использовать эти инструменты в приложениях, где нет четкого разделения между frontend и backend? И есть ли у вас в практике какие-то? У меня в практике таких нету, но если тебе хочется, да, по-любому. Конечно, можешь. Если вот HTML генерируется на стороне сервера, например, вот JSP, CSS, скрипты все отдельно, можно там их нажимать, пробовать, еще что-то. А HTML, JSP. Можешь еще раз повторить вопрос, чтобы он был короче и емче, емкий? Можно ли использовать эти инструменты, GALP, GRAND, приложения, где нет четкого разделения на frontend, backend, в частности, HTML генерируется на стороне сервера? Я понял. Я этого не делал, но уверен, что да, потому что здесь нет у GALP и GRAND четких требований, что это обязательно должно к HTML быть привязано. В принципе, можно, не знаю, файлы какой-нибудь txt вместе соединять, csv можно ими парсить и делать из них XML. Это вот что угодно на самом деле. Они так же собираются, так же, да. Спасибо. Два вопроса. Спасибо за доклад, во-первых. Первый вопрос. Где вообще проходит та граница, когда нужно переходить к приложениям, построенным на джаваскриптовом управлении, то есть когда мы отказываемся от gsf и чего-то такого, то есть где та граница, допустим, количество посещаемых пользователей и такого. Это первый вопрос. Тебе нужна зависимость использовать грант или галп от… Нет, нет. Именно вот по разработке. То есть когда мы уходим от, допустим, веба, который генерится на стороне сервера, до веба, который генерится на стороне фронт-энд, ну, браузера. Честно говоря, у меня нет опыта именно бэкэнда вот такой разработки и генерации html. Я бы все отдавал в фронт-энд, честно говоря, а на сервере только данные генерировал. Зачем тебе бэкэнщик узнает, что там вообще? Окей, и второй вопрос, спасибо. Второй вопрос. Была картинка как раз, где я говорил, что сейчас куча всяких UI фреймворков и прочих всего, что дает вообще, как определиться, что нужно, чтобы не погрязнуть там в 10-30 библиотеках джаваскриптовых, которые у тебя используются, а ограничиться исключительно тем, что нужно. Ну и не писать кучу лапши самостоятельно. Ну, стандартно, что нужно в проекте. Я тебе не могу сейчас дать рекомендацию конкретную, что есть сайт, на котором написано туду-приложение на каждом из фреймворков. Наверняка знаешь. Ну, в принципе, там вот можно посмотреть примеры. Тебе что приятнее, и что в команде? По быстродействию, если тебе интересно, но бэкбон быстрее, ангелар. Спасибо. Спасибо большое коллеге, спасибо большое, Александр. Спасибо.